Конечно, самое почетное место на празднике займут герои легендарного сражения. Участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной из разных городов России и стран ближнего зарубежья. С иностранными гостями пообщалась Кристина Тараева. Депутат Европарламента Яромир Когличек давно мечтал побывать в Волгограде и своими глазами увидеть этот легендарный город, где 200 дней и ночей шла самая кровопролитная битва в истории человечества. Представитель Чешской республики уже успел прогуляться по городским улицам и полюбоваться Волгой. Говорит, что на родине его пугали российскими морозами, но погода пока благосклонна. Я думаю, что мы в Средней Европе, нам можно ползвать наш язык, проживать как поляки, словацкие, чешские, венгрии. Благодаря вот этой большой битве, которую выиграла советская армия. Без Красной армии здесь, под Сталинградом, нас бы не было. Наши нации бы исчезли с карты Европы. Еще одного представителя Чешской республики Иржи Машталка с Волгоградом связывают давние теплые воспоминания. Именно в нашем городе мужчина, который уже 15 лет является депутатом Европарламента, осуществил свою мечту, стал врачом. Азы профессии будущий политик постигал в Волгоградском медуниверситете. Мы живем в такое время, когда некоторые стараются, прямо стараются забить это время, забить, кто внес самый основной вклад в освобождение Европы от фашизма, переписать историю. Все это у нас происходит на глазах. Тем более наша обязанность напоминать о том, какие жертвы здесь, например, под братской могилой на Мамаевом бургане, что один миллион красноармейцев погиб в течение Сталинградской битвы. В числе почетных гостей Энтони Скипер, лорд-мэр британского Ковентри. Дружба со Сталинградом зародилась еще в военное время. В 44-м два города стали первыми в мире побратимами, положив начало движению, которое охватило весь мир после Второй мировой. Бургомистр еще одного братского города Кёльна Андреас Вольтер в преддверии юбилея победы в битве на Волге оставляет запись в памятной книге. Волгоград является одним из самых важных наших городов-побратимов. У нас существует огромное количество обменов среди студентов, спортсменов, которые постоянно приезжают в Кёльн и в Волгоград. И после Второй мировой войны это стало главным уроком, который вынесли наши города, что надо сохранить дружбу, сохранять мир. Несмотря на то, что отдельные европейские страны сегодня пытаются переписать историю, избавляясь от памятников советским воинам, во многих городах в честь Сталинградской битвы и города-героя Волгограда названы улицы, бульвары, площади и станции метро. Волгоградская аллея есть и в немецком Хемнице. Эта улица у нас существует давно, в течение уже многих десятилетий. Она находится в одном из современных жилых кварталов Хемнице. И название является символом того, что у нас есть город-партнер в России – город Волгоград. Я бы хотел поблагодарить этих людей, которые, преодолевая расстояние, приехали, чтобы разделить эту общую радость. Потому что мы все с вами понимаем, что Сталинградская победа – это сердце Великой Победы и самое крупное, самое кровопролитное сражение за всю историю человечества, которое стало переломным моментом Второй мировой войны. Уже завтра в Волгограде пройдут главные торжества, посвященные 75-й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом. Участие в них примут делегации из Австрии, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Словении, Франции, Чехии, Малайзии, Исландии и других стран. Кристина Тараева, Александр Пищалко, Вести, Волгоград. Волгоград можно по праву считать одним из основателей побратимского движения. Дружеские отношения мы поддерживаем с десятками городов. Их представители – одни из главных гостей юбилея Сталинградской победы. Нашей коллеге Кристине Тараевой удалось пообщаться с лордом, мэром города Ковентри, Энтони Скипером. Очень рада вас видеть сегодня у нас в гостях. Между нашими городами уже более 70 лет установлены теплые дружеские связи. Мы знаем, что в вашем городе, в соборе есть наша икона, а в музее даже есть земля сломает курган. Скажите, пожалуйста, как современная молодежь? Интересуется ли история и знает ли о Сталинграде и Сталинградской победе? Начну с того, что поблагодарю за приглашение принять участие в этих праздницах. Для нас очень важно быть здесь, разделить с вами радость этой даты, потому что наши два города действительно имеют весьма длительную историю дружбы. Наша задача – сохранить эту дружбу, эти связи для будущих поколений. Вспоминая тяжелые дни войны, когда Ковентри и Сталинград оба сильно пострадали. Ковентри был разгромлен, насколько я помню, за два года до Сталинградской битвы, и потом полностью восстановлен. Его сравнивают с Фениксом. Так вот, Сталинград и Ковентри в этом смысле вдвоем – два города Феникса, восставшие из пепла. И вопрос о том, как передать эту связь будущим поколениям, очень важен. Спасибо за него. Ключом к такому результату, я считаю, являются дружеские обмены в области спорта и культуры. В последнее время мы нередко слышим заявления, которые минимизируют заслуги Советского Союза в разгроме фашизма. И я не могу не задать вам вопрос, как же современное поколение европейцев относится к событиям Второй мировой войны? Я не знаю ни одного британского политика, который мог бы так сказать, преуменьшая роль СССР во Второй мировой войне. Потому что в Британию абсолютно спокойно могли вторгнуться немцы. И они не сделали это только потому, что были слишком заняты на российском фронте, на восточном фронте. Поэтому я считаю, то, что нацистские войска не вошли в Британию, является прямой заслугой СССР. Я даже удивлен вашему вопросу, потому что я не слышал, по крайней мере у нас в стране, ни одного политика с такими словами. Если говорить о поколении победителей, участников войны, то их сегодня беспокоит то, что ряд некоторых европейских стран пытаются избавиться от всего, что связано с памятью советских воинов. В том числе мы видим, как уничтожаются памятники. Как вы можете прокомментировать эти настроения? Могу только сказать, что это очень плачевная ситуация. Вы пишете, что сегодня средства массовой информации в Великобритании о Сталинграде, может быть, о 75-й годовщине победы? И если да, то в каком контексте? На национальном уровне в газетах нет никаких развернутых статей, я не видел, чему, кстати, очень удивлен. Я рассчитывал, что будет больше уделено внимания. Но мы приехали сюда, это уже очень важно. Кроме того, не знаю, как ответить за всю страну, но у нас в Ковентре собираются заново оформить площадь, посвятив ее Сталинграду и Волгограду. Поэтому у нас в городе будет всегда кусочек, напоминающий об этом событии. В 2014 году в рамках проекта «Молодой Волгоград, молодой Ковентре» ваш город посетил наш детский симфонический оркестр, чтобы отметить 70-ю годовщину наших бобратимских связей. Планируются ли в настоящее время какие-то совместные проекты между Ковентрой и Волгоградом? Я бы очень, конечно, хотел, чтобы это повторилось. Поэтому и спортивные обмены, и культурные – это то, что мы обязательно будем обсуждать. Чего вы больше всего ждете от нынешнего визита? В первую очередь мы ожидаем и надеемся, как следует отпраздновать ваши достижения, ваш подвиг. Потому что это праздник вашего города, и этого не отнять. Но, конечно, кроме всего этого, как политик местного уровня, ненационального и негосударственного, я надеюсь, что этот визит дополнительно укрепит отношения между Ковентрой и Волгоградом. Спасибо вам большое за интересную беседу. Рады были с вами познакомиться. Всего вам доброго.